Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья и вы смотрите видео дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Посты с обсуждением открытого письма Анатолия Юницкого к Джеффу Безосу и Илону Маску появились в нескольких крупных пабликах ВКонтакте, посвященных науке и технологиям. Совокупная аудитория этих площадок составляет более 5 миллионов человек. Skyway Capital представила проект Skyway на московском форуме Private Money, посвященном вопросам финансов и управлению капиталом. 11 и 12 декабря 2018 года в Баку прошла конференция Skyway Capital. В ходе встречи спикеры компании рассказали о планах перехода проекта на тринадцатый этап, потенциальных адресных проектах в Азербайджане, а также текущих успехах развития Skyway Capital. Главный конструктор городского транспортного комплекса ЗАО «Струнные технологии» выступил с докладом о Skyway на Engineering Slam – мероприятии по популяризации науки и инженерных компетенций. Сюжет о разработке ЗАО «Струнные технологии» показали в научно-популярной программе «Чудо техники» Сергеем Малоземовым. Программа посвящена новейшим разработкам инженеров и последним открытием ученых. Skyway продолжает завоевывать жемчужину Востока – Дубай. В информационном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов все чаще говорят о возможностях развития транспортной инфраструктуры на базе технологии Skyway. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Открытое письмо Анатолия Юницкого набирает популярность в социальных сетях. Уже сейчас посты о нем появились в нескольких крупных пабликах социальной сети ВКонтакте, посвященных науке и технологии, такие как Riddle, Наука и факты, Наука и техника. Идея генерального конструктора Skyway и информация о проекте широко распространилась в социальных сетях во многом благодаря поддержке партнеров и инвесторов компании. Эта поддержка очень важна для дела развития струнного транспорта, распространения концепции, индустриализации космоса и популяризации разумного отношения к окружающей среде. Мы благодарим каждого человека, который продолжает поддерживать идеи Skyway. Спасибо за вашу поддержку. 1 декабря в Москве прошел форум Private Money, посвященный вопросам финансов. На сцене форума топ-спикеры со всего мира выступили на самые актуальные и глобальные темы в области управления личным капиталом и сбережениями. На форуме в четырех выставочных зонах была организована специальная выставка с лучшими инвестиционными решениями по следующим направлениям. Депозиты, рынок ЦБ, недвижимость, товарные рынки. Особое внимание участников форума привлекла пятая зона предложениями для инвесторов, которые готовы вложить средства уже в работающие проекты. В пятой зоне свой стенд представила и компания Skyway Capital. На стенде компании были представлены уменьшенные модели струнного транспорта и путевой структуры. Транслировалась видеопрезентация о последних успехах проекта Skyway, а любой желающий мог с помощью 3D-очков оказаться внутри виртуальной станции Skyway и буквально заглянуть в будущее. Вы можете посмотреть, как это было в наших фото и видеоотчетах на сайте. 11 и 12 декабря 2018 года в Баку прошла конференция и семинар Skyway Capital. В ходе встречи спикеры компании рассказали о планах перехода проекта на 13 этап, потенциальных адресных проектах в Азербайджане, а также текущих успехах развития Skyway Capital. Завершилось мероприятие ответами экспертов на многочисленные вопросы гостей. Важным моментом встречи стало награждение партнеров, которые активно участвовали в продвижении проекта на территории Азербайджана. По результатам успешного проведения конференции и семинара региональные представители Skyway Capital объявили о подготовке нового мероприятия компании на 500 человек в 2019 году. Узнать, когда и где пройдут следующие живые презентации компании, вы можете на нашем сайте в личном кабинете Skyway Capital. 6 декабря 2018 года в Казани в рамках выставки машиностроения и металлообработка Казань и техносварка прошло мероприятие по популяризации науки и инженерных компетенций Engineering Slam. Формат мероприятия подразумевает неформальные выступления эксперта в области научно-технических исследований и разработок в условиях диджитализации экономики и индустрии 4.0. В числе спикеров этого года главный конструктор городского транспортного комплекса ЗАО «Струнные технологии» Вадим Савченко. В своем докладе Вадим рассказал о преимуществах струнных транспортных систем, а также о сложных и нетривиальных инженерных задачах, которые решают специалисты компании-разработчиков Skyway. На нашем сайте вы можете посмотреть фотоотчет с прошедшего мероприятия. На российском телевидении в научно-популярной программе «Чудо техники» был показан сюжет о разработке специалистов ЗАО «Струнные технологии». «Чудо техники» Сергеем Малозевым — это еженедельная научно-популярная телевизионная программа, выходящая в эфир на телеканале НТВ. В ней рассказывается о новостях науки и техники, новейших разработках инженеров и последних открытиях ученых. Однажды программа «Чудо техники» уже рассказывала о работе создателей струнного транспорта Skyway. Тогда выпуск назывался «Поезд будущего» и был посвящен новым перспективным видам общественного транспорта. В недавнем выпуске программы была представлена разработка специалистов SkyWay «Юнимобиль» — прототип электромобиля для людей с ограниченной мобильностью. Фрагмент программы с «Юнимобилем» можно посмотреть на нашем сайте. SkyWay продолжает завоевывать жемчужину Востока — Дубай. В информационном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов все чаще говорят о возможностях развития транспортной инфраструктуры на базе технологии SkyWay. 9 декабря в эфире телеканала Al-Arabia News Channel вышел сюжет о перспективах внедрения инновационных решений SkyWay. В сюжете рассказывают о том, что интеграция струнного транспорта в дорожную сеть Дубая позволит разгрузить городскую инфраструктуру при пассажиропотоке в 20 тысяч человек в час для пятиместного юнибайка и 50 тысяч человек в час для односекционного юникара. Струнный транспорт, в отличие от других транспортных средств, с той же вместимостью используют в 100 раз меньшую площадь, а энергоэффективность в 5 раз выше, чем у электромобилей и в 10 раз выше, чем для всей инфраструктуры в целом, сообщает Al-Arabia. Посмотреть видеосюжет из новостного выпуска Al-Arabia вы можете в новостном разделе нашего сайта или личного кабинета. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь, с вами была Дарья, до встречи на следующей неделе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok